Спасибо, Марта, что вы к нам присоединились. Первый вопрос звучит так. Успеют ли страны Европы перестроиться и выполнить все эти грандиозные планы, которые должны перевести энергетику Европы на зелёный лад? Ну и один из главных вопросов – это признавать ли энергию, которую вырабатывают атомные электростанции, зелёной? И да, и нет. Потому что, смотрите, в 70-е годы Великобритания, она тогда ещё не была членом ЕС, решила, что будет отходить от использования угля как основного сырья для производства электроэнергии. Это осуществить тогда было очень сложно, и на это были свои причины. Однако сегодня доля возобновляемой энергетики среди основных видов сырья уже гораздо выше. В Польше свои проблемы, и не в том, чтобы перейти с одного компонента энергосырья на другой, о людях, что делать с людьми, которые работают в той или иной сфере. Важно найти альтернативу. Так что это остаётся проблемой. По поводу ядерной энергетики. Пока в программе «Зелёного перехода» нет её поддержки. Только идут переговоры. Возможно, через Европейский единый центр исследований будут приниматься специальные меры поддержки, но только в том случае, если эксперты из разных стран придут к соглашению. Однако, когда вы говорите о ядерной энергетике, то для Швеции это особый случай, это их полностью коснулось. Германия постепенно избавляется от неё, а Франция до сих пор производит атомную энергию и использует её в промышленности. Для меня лично, если говорить об энергии, самое лучшее – это говорить о той энергии, которая не использована. То есть ресурсоэффективность и энергоэффективность, на мой взгляд, очень важны в контексте развития транспортного сектора, строительства или будущей декарбонизации. И всё-таки я хотел бы уточнить, с какими сложностями столкнутся отдельные страны при переходе на зелёную энергию, ведь до сих пор потребление того же угля в Европе находится на очень высоких уровнях, и более того, в последнее время объём использования угольной генерации даже вырос. А что вы думаете по этому поводу? Для того, чтобы грамотно осуществить переход на зелёные технологии, предусмотрено несколько хороших программ. Например, механизм по снижению углеродных выбросов, ну и много ещё есть других проектов, которые создавались в соответствии с Европейским климатическим законом. Все эти программы оцениваются в 100 миллиардов евро и рассчитаны на период с 2020-2021 по 2027 годы. Понятно, что всё это не так просто выполнить, но я считаю, что этот механизм всё равно эффективен, потому что мы увидели, как в некоторых странах программа уже работает. Интересно ещё то, что, говоря о промышленности, об инновациях, уместно привести пример Китая, который демонстрирует настоящий прорыв. Подумать только, ведь ещё 20 лет назад Китай имела дело с огромными объёмами углеродных отходов в сфере производства энергии. А теперь мало того, что они по большей части модернизировали свою промышленность, так они ещё стали глобальным лидером на рынке солнечной энергетики. Из-за этого колоссально снизились цены на солнечную энергию, так что другие страны теперь вынуждены с ними конкурировать. Поэтому я более чем уверена, что с помощью всех этих технологий и инноваций, при поддержке финансовых механизмов, имея уже положительный опыт, и при влиянии рыночных механизмов, переход на зелёные технологии будет осуществлён, хотя это процесс непростой. Единый углеродный налог вызывает много споров в Европе. Во-первых, как вы думаете, будет ли он успешно работать? И, во-вторых, не пострадают ли крупные европейские компании от этого налога? Ведь, как известно, несколько десятилетий назад они вывели свои производства в другие страны. Как с этим быть? Ну, я думаю, здесь мы имеем в виду так называемый механизм трансграничного углеродного регулирования Евросоюза. Потому что, если действительно задуматься, мы ведь говорим об одной планете. Если вывести промышленность из Евросоюза, то, конечно, в Европе ситуация улучшится. Однако, если вы переместите грязное производство в третьи страны, вы глобально не добьётесь той цели, к которой мы все стремимся. Я думаю, эти налоги, это будет тяжело для компании, однако они должны понимать, что являются частью единого целого. Но есть и хорошие новости. Это то, что во всём мире насчитывается более 290 транснациональных корпораций, которые согласились стремиться к сокращению выбросов до нуля. В европейском секторе у нас 26 генеральных директоров компании решили полностью следовать новым правилам, чтобы выполнить основные требования по будущей цифровизации промышленности и достижению климатической нейтральности. Так что хорошие примеры есть. Да, безусловно, для некоторых компаний этот переход окажется тяжёлым и болезненным, однако с точки зрения всеобщих интересов на глобальном уровне, я думаю, этот шаг чрезвычайно важен. Марта, не думаете ли вы, что зелёный переход – это не столько экономический, климатический, сколько чисто политический проект? Я считаю, сходя из того, что мы обсуждали на конференции, посвящённой европейскому трансграничному углеродному регулированию, основная цель – остановить или уменьшить углеродные выбросы, а также поддержать всеобщее стремление смягчить последствия изменения климата. Всё это отвечает требованиям ВТО. Я должна сказать, что это новый путь в будущее. Является ли это политикой? Да, это политика. Политика – это и новые способы стимулирования отраслевого экономического управления в Европе. Если взять европейскую климатическую программу FIFO 55, то она требует пересмотра вообще всего. Новый закон регулирует правила пользования землю, инфраструктурой, он влияет на продовольственную индустрию, то есть абсолютно на всё. Это довольно амбициозный проект. Не думаю, что всё пройдёт просто, так как это политический проект. Существует множество требований со стороны заинтересованных сторон, включая и население. Но в конечном счёте, думаю, всё пойдёт успешно где-то уже после 30-го года, и к 50-му точно будут хорошие результаты. В конце концов, там, где есть воля, есть и путь. И всё-таки, если говорить о последствиях проведения этой политики, будут выигравшие и проигравшие. Как быть с ними? Это то, почему я вначале упоминала пример Китая, как он развил солнечную энергию в качестве возобновляемого источника. Но Китай также успешно получает геотермальную, ветряную и другие виды энергии. Да, им было сложно. Они сделали шаг, сдвинулись с места, и теперь вышли в лидеры и двигают мировой рынок. При этом они смогли фантастическим образом удешевить своё оборудование. Поэтому им удалось захватить разные секторы рынка. Даже для такой страны, как Китай, это непростая задача. Давайте посмотрим, кто является самым большим инвестором в возобновляемые источники энергии по странам. Насколько я знаю, это США, это Китай, Индия, это Германия. Да, некоторые страны испытывают трудности, но поэтому и запущен проект Green Deal, а также программа пакета Feed for 55, в которых Европейский Союз предусматривает поощрение и финансовую поддержку тем странам, которым будет сложно. Так что да, конечно, есть ограничения, за которые нельзя приступать, то есть действовать нужно в рамках. Да и в конце концов, как можно проигрывать? Не стоит повторять ошибки других. Мы должны идти вперёд. Развивающиеся страны должны учиться на ошибках развитых стран, а также пытаться выстроить собственные механизмы. Посмотрите на любую европейскую страну. В каждой установлены свои высокие стандарты и требования. А если посмотреть на африканские страны Южнее Сахары, то у них вовсе отсутствует охрана окружающей среды, а там живёт 640 миллионов человек. Если бы у нас не было никаких зелёных соглашений, мы не смогли бы поставлять туда электричество. Поэтому мы обязательно должны думать и находить нестандартные решения. Проводить финансирование, стимулирование в разумных пределах и всегда брать хорошие примеры за основу. Ну что же, Марта, спасибо вам большое, что вы нашли для нас время и ответили на наши вопросы. Я хотела бы сказать вам тоже большое спасибо. Спасибо.